Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ольга Рапунцель дала журналистам интервью. В нем она оправдывает Диму Дмитренко за проявление агрессии в ее сторону. Оля не видит ничего плохого в том, что за некоторые проступки Дима бьет ее. Дима никогда не бьет меня просто так, всегда есть за что. Очевидно, когда мужчина просит замолчать или не перебивать, нужно прислушаться, а не продолжать выводить из себя. Но если девушка меняется, а мужчина по-прежнему агрессивен по отношению к ней, то нужно расставаться, считает Рапунцель. Никита Кузнецов рассказал, что Ваня Барзиков и Лиза Полыгалова целыми днями ругаются. Она хочет уважения к себе, а он боится, что она сядет ему на шею. Жене Кузину исполнилось 32 года. Саша Артемова и Женя отметили это событие в ресторане. Артемова пишет «С днем рождения, моя любовь! Ты самый лучший мужчина в мире! Спасибо, что ты есть!» Глеб Жемчугов надеется в скором времени увидеть своего сына. «Сын, ты мое сердце, мой каждый вздох, моя душа», пишет Жемчугов. «Сын, ты император моего внутреннего мира. Совсем чуть-чуть, и мы снова будем вместе!» А на поляне новшества. Как в старые добрые времена, участники проекта опять будут строить дом. Они уже подготавливают под строительство площадку. Вот что пишет редакция сайта Дом-2. «Полным ходом идет стройка нового дома, который сможет выиграть только одна новая пара. Самое время создавать любовь». Элла Тригубенко занялась предпринимательством. «Сегодня я прошла момент оформления предпринимательства. Какие же все важные в налоговых органах слова лишнего сказать не могут», пишет Элла. Женя Гусева стала ведущей прямого эфира. Она будет работать в паре с Андреем Черкасовым вместо Вики Романец, которую отстранили организаторы. На днях Женя организовала праздник для своего сына Даниэля, которому исполнилось 4 года. Она придумала вечеринку с участием героев комикса «Человек-паук». Антон Гусев писал в своем микроблоге, что планирует отметить это событие сыном немного позже. Но бывшая жена и няня Даниэля не отдали ему сына. Антону даже пришлось вызвать полицию. Олег Бурханов отметил 22-летие. Поздравляем! А Саша Задойнов получил награду как лучший волонтер Ярославского района. После ухода с проекта он активно развивал свой благотворительный фонд под названием «Добро». Также Задойнов принял участие в фотосессии со своей старшей дочкой. Он публикует красивые снимки. В сети появились слухи, что канал ТНТ не продлил контракт с Катей Жужей. Якобы Ксения Бородина перестала дружить с Катей и добилась ее увольнения. Еще Михаил Терехин упрекал Бородинов в чересчур близком общении с подругами, в частности с Жужей. Не в восторге от Кати оказался и Курбан Амаров, особенно после того, как Жужа рассказала всем о его многочисленных изменах. Также не простила Жужу и Бородина, и она приложила все усилия, чтобы выжать ее с должности ведущей. Сама Катя в своем микроблоге написала, что в ее отношениях с Бородиной ничего не поменялось. Алена Водонаева будет ввести колонку с информацией о сексе в интернет-издании Live. Как вы помните, она имеет диплом журналиста с отличием. В своей колонке она будет публиковать статьи на сексуальную тематику. И, конечно же, первая публикация Алены о важности уменьшения груди. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.